Виталий Матюшин Виталий Матюшин Виталий Матюшин Сегодня в стране проходит Общереспубликанский субботник. Трудовая акция сплотила тысячи неравнодушных людей, которые постарались своим трудом обеспечить на местах порядок и чистоту. В областном центре работы проводились в своем большинстве на знаковых объектах – Кобринский путепровод, Западный обход, Городской сад. Но не только они оказались в центре внимания. Стоит отметить, что к общереспубликанской акции по благоустройству подключились и неравнодушные горожане. С каким настроением люди шли на большую работу и что позволяет продолжать традицию, заложенную еще в советские годы. Об этом и не только в первом материале выпуска. Ровно в 9.00 работа по благоустройству закипела в различных частях страны. Только в Бресте для проведения субботника было отобрано порядка 15 площадок. Руководство области и города сегодня активно включилось в деятельность на объектах тысячелетия. В частности, на новой школе в Юго-Западном районе, ввод которой запланирован на сентябрь текущего года. Уже через несколько месяцев сюда придут за знаниями более полутора тысяч ребят. Сегодня возле учебного заведения проводятся мероприятия по благоустройству прилегающей территории. У входа в учреждение Анатолий Лис и Александр Рогачук заложили аллею молодых деревьев. Это новая школа. Это оснащена самым современным оборудованием. Она удобная в том плане, что здесь есть зоны, значит, распределены. Нет совместимости между старшеклассниками и младшеклассниками. Это тоже удобно и для преподавателей, и для самих школьников, что они в одной среде находятся. Здесь созданы условия для детей с ограниченными возможностями, то есть у них есть возможность здесь заниматься в этой школе. Естественно, компьютерная техника, классы для изучения иностранных языков. Оснащение новой школы будет отвечать всем требованиям времени, как, впрочем, у прилегающей территории. Насколько бы современными ни были кабинеты, немаловажно и то, в какой экологичной среде будут учиться дети. А потому вокруг школы должна быть зеленая зона. Хорошая традиция. А что это дает? Ну, дерево, вы знаете, дает кислород человеку, растения, цветы, клумбы, дают этикет, красивое, хорошее настроение. Поэтому мы должны это и делать, и приучать, прежде всего, и молодежь к этому. Почти полтора десятка участков работы, ни одна тысяча инициативных, неравнодушных к судьбе города берестейцев. Задача – убрать мусор, посадить и полить кусты и деревья. Деятельность получилась по-настоящему масштабной и насыщенной. Где-то появлялись новые аллеи, где-то обновлялись старые посадки. С особым настроением трудились на въезде в областной центр депутаты, представители молодежного парламента и инспекции животного и растительного мира. У нас вообще весеннее и отличное настроение. Мы очень рады. Видите, у нас даже мама наша, коллега, пришла со своими детками. То есть это такое благородное дело, когда ты садишь дерево, ты оставляешь после себя какую-то частичку тепла, и этот росток будет расти и приносить всем радость, и окружающая среда наша будет благоприятной. Сегодня в городском саду также активно идет благоустройство. Совсем скоро эта площадка пополнит туристическую карту Бреста и станет одним из любимых мест горожан. Городской сад уже не один месяц находится в центре внимания и представителей общественности, и СМИ. Объект закреплен за городским ЖКХ. Здесь прошла первая городская акция. Здесь же работы продолжены. Сегодня будущая зеленая зона получила не только новое оформление, но и дизайнерскую концепцию. Уже к тысячелетию городской сад станет местом притяжения брещан и гостей города. Очень приятно принимать участие со всем городом. Очень рада, что мы облагородили этот парк, чтобы мы гуляли с друзьями, наши дети в будущем. Погода прекрасная, очень тепло, настроение прекрасное. Встречаемся с многими коллегами. Будем рады видеть этот парк в новом преображении. Теплая весенняя погода только способствовала активной деятельности на благо города, на благо области, на благо страны. И пусть эти несколько часов времени, проведенного на свежем воздухе, с граблями и лопатами, станут личным вкладом каждого, стимулом для дальнейшей деятельности по благоустройству. Хочу поблагодарить наших брещан за то, что активно откликнулись. Очень много волонтеров, очень много представителей общественности, которые звонили в госполком и говорили, дайте нам объем работы, и мы эту работу сделаем. Думаю, что результаты уже сейчас видны, и эту работу мы будем продолжать. Все-таки пусть это будет не в формате субботника, пусть это будет в формате экологических акций или просто добрых дел, но работу по благоустройству мы не намерены сворачивать. Спасибо всем за сегодняшнюю работу, и впереди много славных дел, которые будем делать вместе. Анастасия Нездринплотницкая, Дорбакуноч, Антон Луговкин. Итоги недели. Кажется, республиканский субботник был призван не только преобразить город и сэкономить средства, но и сплотить горожан. С этой миссией Брест справился на все 100%. Массовая уборка объединила столько брещан, что создалось впечатление, будто в выходной день город покинули единицы. Работа кипела с раннего утра сразу на десятках объектов. Заработанные на субботнике средства направят на важные для Бреста дела. Но, пожалуй, главное в трудовом марафоне – это проявление уважения к особым городским местам. Продолжит Виктория Нечаева. Сделать свой город еще чище и уютнее такую задачу поставили себе сегодня очень многие предприятия, ведомства и организации. Чиновники и жители приводили в порядок улицы, парки, скверы и знаковые объекты. Казалось, что в Бресте проводится большая генеральная уборка. Взяться за лопаты и грабли Брестки городской аппарат никого не принуждал, скорее призывал. И, надо сказать, сами делали это весьма охотно. Сменив офисный деловой костюм на рабочую одежду, работники городского исполнительного комитета массово вышли на генеральную уборку. Такие инвестиции точно окупятся, считают чиновники. Трудовой десант был занят на благоустройстве аллеи на пересечении улицы Зубачева и Гоголя вблизи западного обхода главной городской стройки. Помимо того, что все предприятия и организации работают, кто на местах, кто вокруг своих территорий убирает, у нас еще таких 14 знаковых мест в городе, вот типа вот этого, включая строительные объекты, не только, где люди работают, кто-то высаживает деревья, кто-то убирает мусор, кто-то, как мы, занимается благоустройством. Сотрудники горосполкома сегодня рука об руку с коллективом администрации Ленинского района, Центром архитектуры и строительства, Центром недвижимости и работниками коммунальника. Занимались устройством газона, сбором мусора и освобождали территорию от веток и прочего хлама. Каждый хозяин наводит перед праздниками порядок в своем доме. ЖКХ не исключение, поэтому мы тоже решили с помощью республиканского субботника навести порядок на наших общегородских территориях. Что касается коммунальника, значит, на сегодняшний момент у нас работает порядка 600 человек. Привлеченные силы по всему городу на объектах ЖКХ по наведению порядка, по благоустройству порядка 1100 человек работает. Если на этой территории труд в основном ручной, то на Попанино-1, лесопарковом отрезке, который прилегает к предприятию ЖРЭ у Бреста, активно работала техника. Вообще в московском районе трудились более 10 тысяч людей. Заработанные в ходе уборки средства пойдут на обустройство парка Тысячелетия и строящегося на его территории храма. Работать сегодня будет, наверное, более 10 тысяч людей, предприятий, организации. Очередное место сегодня это в районе Южного сквера возле памятника. Там работают у нас военные с отделом образования. Также вычищают от порослей, от веток, от мусора, выкладывают дорожки. Сегодня работают и в рамках очистки поймы реки Муховец. То есть по всем территориям, где только можно приложить руку, сегодня работают горожане и предприятия. Отложив подготовку к сессии, студенты, проживающие в общежитии Брестского государственного университета имени Пушкина, активно включились в процесс. Генеральная уборка проходила снаружи здания. Наводили порядок всем коллективам и студенты, и работники общежития, и преподавательский состав. Облагораживали территорию, высаживали деревья, убирали мусор. Уборка территории в нашем общежитии именно, это для нас как второй дом, например. То есть мы здесь живем, проводим большую часть времени нашего. То есть здесь всегда должна быть чистота, порядок. Да, это очень здорово для экологии. Те, кто постоянно занимается государственным санитарным надзором за порядком городских территорий. Сотрудники Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии не менее массово присоединились к общереспубликанскому субботнику. А как иначе, ведь им по долгу службы необходимо поддерживать порядок. Части большого коллектива занималась уборкой на Тришинском кладбище. Остальные наводили порядок там, где работают. Высадка зеленых насаждений, покраска заборов и ворота. Фронт работ немалый. Активно подключаются к этой работе, потому что мы личным примером должны показывать, что мы не только контролирующий орган, но и участвуем во всех городских делах. Виктория Нечаева, Павел Малошон и Кантон Луговкин. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим о главном. Открытые диалоги уже давно зарекомендовали себя как интересный формат общения, который активно используют в своей работе представители вертикали власти. Мэр города Александр Рогачук на текущей неделе провел встречу с самой инициативной частью молодежи города – с волонтерами. Живая беседа без формальностей и закрытых тем продолжалась порядка двух часов. За это время Александр Рогачук ответил более чем на два десятка вопросов, касающихся жизни в городе, перспектив развития важных объектов инфраструктуры, а также личных взглядов на то, как должен измениться областной центр в ближайшие несколько лет. Анастасия Наздрин-Плотницкая с главными тезисами большого разговора. Открывая встречу, Александр Рогачук обозначил главную задачу мероприятия – услышать, что волнует самую активную и инициативную часть города, чтобы понять, над какими моментами еще стоит поработать и в чем определенных результатов уже удалось достичь. Конечно же, вопросов городоначальнику было немало. Особенно юноши и девушек интересовали перспективы Бреста в год тысячелетия, масштабы планируемых торжеств и то, насколько областной центр готов к встрече с таким количеством гостей. Александр Рогачук определил главное – туризм должен в ближайшее время стать одной из составляющих успешного экономического развития. Понятно, что россияне, украинцы, многие наши соседи по Брестскому Союзу, они без виз и так сюда приезжают, но 30 тысяч человек посетило нас по без визу. Скажу так, что туристический бизнес очень-очень важен, и мы должны в нашем городе всеми силами привлекать сюда людей, чтобы они приехали сюда и отдали сюда деньги, положили сюда. Брещане любят Брест, и это особенно отличает горожан. Конечно, каждый ценит свое место по-своему, но жители областного центра дорожат тем, что имеют. Это важно, уверен городоначальник. Каждый житель любого населенного пункта, в силу своей, как говорится, натуры, он любит свой населенный пункт. И не менее, чем мы, любят жители Минска, свой город, ну, может, Минска чуть поменьше, там много понаяхочек, Могилева, Гродно, любят свой город. И в каждом городе есть свое неповторимое что-то особое, да. Естественно, находясь в Бресте, мы четко исходим из единого и понятного постулата, который я постоянно всем говорю, что лучше Бреста нету места. Но это не голословное такое заявление, да. Это реально наша география, это наше место расположения, это наш уникальный, даже в масштабах Беларуси, южный климат. Тема развития городского транспорта стала одной из наиболее острых. Да, в связи с проведением ремонтных и строительных работ неудобств для перемещений стало значительно больше. Однако это временная проблема, которая с приближением сентября будет становиться менее актуальной. Кроме того, уже сегодня в городе внедряется новая концепция остановочных пунктов в рамках разработки дизайн-кода. Постепенно они будут становиться более интересными и более удобными с Wi-Fi-зонами. Вот эти новые остановочки, которые появились, да, по дизайну, в принципе, это лучше, чем было. Согласны так или нет, ребята? Конечно, красиво. По-моему, получше, да. Мы сейчас в таком дизайне проработаем все остановки вдоль московского шоссе, Машерова, Ленина, чтобы выйти на единый дизайн. Есть хорошая у нас остановка в районе Савушкина продукта, на улице Янки-Купалы, по обе стороны. Наверное, мы обратили внимание, комфортные, красивые. Поэтому, бесспорно, новые остановки должны быть оборудованы зоной доступа Wi-Fi и вот этими электронными и другими приладами, как говорится по-белорусски, чтобы можно было комфортно, вне зависимости от возраста или наличия приложения, видеть тот автобус, который к тебе подойдет. Конечно, звучали в рамках встреч и личные вопросы, в частности, о том, как проводит досуг мэр города. Много ли в его графике отведено спорту, общению в социальных сетях? Каково отношение градоначальника к комментариям в интернете? Положительное, но разумное. Лаконичный ответ Александра Рогачука. Интернет – это новая составляющая нашего повседневного нахождения. Интернет дает возможность самовыражения. Интернет дает возможность быть услышанным. Интернет дает возможность прокомментировать, то есть выразить свое мнение не разговором на кухне или где-то там в каком-то там застольном беседе, а показать свое отношение. И очень часто, я вам говорю откровенно, мои помощники, мои работники подсказывают нам, что, Александр Степанович, в интернете есть такое мнение. И очень часто на планерке, вот сидят же мои работники, то есть я с вами не улыбаюсь, да, говорит, Александр Степанович, вот такая вот ерунда случилась. Все у нас расхлябанности, непродуманности, неорганизованности, что вот здесь мы это не учли. И, пожалуйста, поправляем. Таких примеров очень-очень много, понимаете. Но очень есть категория людей, которые, во-первых, есть люди, теперь появилась новая, которые читают только лишь заголовок статьи и комментарии, не читая статьи. Вот я просто обсуждал, это тоже очень плохо. Два часа общения прошли достаточно живо и интересно. Диалог получился эффективным, а следовательно и продуктивным. Мне действительно понравилось, что получился такой очень открытый диалог, именно не монолог, что у нас получилось такое общение с мэром, потому что он был максимально открыт и отвечал на все вопросы, которые интересовали. То есть это были какие-то действительно сложные вопросы, вопросы, которые возникали во время разговора. Я считаю, что данное мероприятие было отличным действием властей, взаимодействие властей тех же самых и молодежи. То есть в будущем, я думаю, власти выделили для себя позиции, которые нужно будет реализовывать уже в будущем. То есть, как нам сказали, будут такие же мероприятия и впоследствии будут выходить в интернет и также взаимодействовать с людьми помоложе, которые тоже имеют свою точку зрения. Я предполагал, что у нас молодежь такая креативная, интересная, но вот эта аудитория волонтеров, людей неравнодушных, меня просто поразила в хорошем понимании, потому что наша брестская молодежь – это креативная, умная, патриотичная молодежь, глубоко интегрированные в проблемы города, очень многое знают, верят в будущее нашего города и те вопросы, которые даже сегодня прозвучали в таком критическом плане, в проблемном плане, они во многом подкорректируют наше управленческое решение в том числе. И абсолютно верно, те моменты, которые поднимались по медицинской комиссии, по работе транспорта в не рейтинговое, образно говоря, время, другие моменты, я очень удовлетворен этой встречей рабочей и думаю, что они должны стать системными. Анастасия Нездрин, Плотницкий, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин, специально для итоговой программы. К другим темам. Судмедэксперты, представители этой нелегкой профессии зачастую остаются в тени, но это именно те специалисты, которые могут существенно повлиять на приговор судей. Они помогают следователям в расследовании и раскрытии самых запутанных преступлений, обладают железными нервами и острым умом. В преддверии своего профессионального праздника, который отмечается 22 апреля, эксперты Брещины рассказали о секретах работы и о том, какие тайны узнает судебно-медицинская экспертиза. А также продемонстрировали новое оборудование, благодаря которому невозможное кажется возможным. Продолжит Виктория Нечаева. Они всегда находятся под другую сторону преступления. В преддверии своего профессионального праздника предложили это сделать журналистам. Через тематическую выставку, каждый экспонат которой для судмедэксперта на вес золота. К примеру, без электронного термометра, который способен определить давность времени смерти, не обойтись. И это лишь маленький пазл большой мозаики комплекта оборудования, с которым эксперт выезжает на место происшествия. Все по последнему слову науки и техники. Дополняются какие-то измерительные приборы, какие-то средства, которые помогают нам для качественного осмотра трупа и, соответственно, выполнения своих должностных обязанностей. Наиболее востребованными сегодня являются компьютерно-технические экспертизы и исследования радиоэлектронных устройств. Современное оборудование позволяет прочитать практически любые устройства, то есть в полной мере исследовать и ответить на поставленные инициаторами проведения экспертиз вопросы. Чаще всего инициаторы проведения экспертиз задают вопросы по восстановлению удаленной информации и поиска в этой информации текстовых файлов по каким-либо критериям, по ключевым словам. Это графическая информация, история посещения интернет-ресурсов, извлечение электронной переписки. В мобильных телефонах пока еще объемы памяти позволяют извлечь полностью всю информацию. Это начиная от телефонной книги, контактов и заканчивая всеми файлами, пользовательскими которыми хранятся на этом устройстве. Всего эксперты Брестской области проводят порядка 40 тысяч исследований в год. И за каждое слово и даже букву своих выводов несут ответственность. Психологическая, фотометрическая, техническая экспертиза документов, дактилоскопическая, автотовороведческая и компьютерно-техническая. Спектр деятельности широкий и постоянно растущий. В перспективе на 2019-й внедрение новых исследований. Уже в этом году будут проводить лингвистическую экспертизу. Она поможет людям, которых оскорбили, оклеветали, опорочили деловую репутацию. А также появятся фототехнические экспертизы. Новое направление фототехнические экспертизы на предмет наличия монтажа на фотоснимках непосредственно. Это новые направления, которые раньше проводились только в столичном управлении. Теперь в ближайшее время они будут проводиться уже и на областном уровне нашими специалистами. Словом, в преддверии своего профессионального праздника эксперты решили немного отойти от привычного официального формата мероприятия. После знакомства с выставкой специалисты рассказали, действительно ли их работа выглядит так, как это демонстрирует современный кинопродукт. Поделились, почему не испытывают особого интереса к фильмам, о своей профессиональной деятельности и какие киношные преступления могли бы однозначно раскрыть белорусские эксперты. Конечно, с учетом современных технологий. Что правда, а что вымысел, все разложили по полочкам, как и делают это ежедневно. Уже не один год продолжается тесное сотрудничество между представителями Вооруженных сил России и Белоруссии. А центром пересечения интересов становится полигон Брестский. Здесь с 16 по 18 апреля прошло двустороннее батальонное тактическое учение. Перед военнослужащими 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой российских ВДВ, стоял перечень учебных задач, с которыми участники международного мероприятия справились на отлично. Кроме того, в рамках учений прошла обкатку и новая техника. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Начиная с 16 апреля полигон Брестский стал местом активных боевых действий с важной оговоркой – учебных. Здесь навыки контрдиверсионных действий отрабатывали военнослужащие Брестской 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, усиленный парашютно-десантной ротой российских ВДВ. Плановые задания выполнялись в соответствии с указаниями. Точечное взаимодействие налаживалось уже в процессе решения отдельных задач. Отработали несколько водных, которые были введены в ходе учения. Затем совершили марш более 100 километров, стоят колонны, батальоны. График трех дней расписан буквально по минутам. Прыжки с парашютом, отработка отдельных элементов введения огня, локализация и вывод незаконных формирований с территории. На каждом учебном квадрате полигона практически параллельно военнослужащие выполняли поставленные задачи. Кроме того, на учениях традиционно проходит обкатку и техника. В частности, боевая машина «Кайман». Поработать с военными автомобилями белорусского автопрома смогли и российские коллеги. Белорусская техника. Нам предоставлены были новые боевые машины «Кайман». Они нам очень понравились. Они обладают хорошей проходимостью. Очень они эргономичные. Личному составу и водителям сидеть удобно. В обслуживании машины неприхотливые. И все задачи мы выполняли на этих машинах. Сотрудничество представителей Вооруженных сил Российской Федерации и Беларуси продолжится. Такие учебные мероприятия позволяют наладить взаимодействие по отдельным вопросам. А также им меняться опытом ведения сложных контрдиверсионных операций. В ходе данного учения мы в боевых условиях отработали вопросы применения новейших тягачей МЗКТ, которые осуществляют буксировку минометов 2Б-23. Проверили их в тестовом режиме в условиях сложной местности днем, ночью. Практически что не давали им отдыха. Это были суточные занятия. Хорошо себя показали наши бронированные транспортные средства «Кайман». Одно дело, когда мы испытываем его какой-то образец опытный, который там подготовлен, на нем доведены там малейшие недостатки. Совсем другой, когда мы испытываем целое подразделение. Оно совершает марши. Оно в стае подразделения преодолевает водные преграды. Оно вынуждено выполнять задачи на различных условиях почвы, грунтов. И мы говорим о том, что машина себя оправдала. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Андрей Щербантод-Луговкин. Специально для итоговой программы. Прогулки по тенистым аллеям, парка культуры и отдыха Бреста – едва ли не одно из любимейших занятий горожан и гостей нашего города. Здесь все пропитано вековой историей, красотой и умиротворением природы. В далеком 1906 году солдатами Лебавского полка русской армии, который дислоцировался в этих местах, были посажены первые деревья будущего парка. С течением времени он пережил не одно видоизменение – смену названий, но так и остался дорогим сердцу местом для жителей нашего города. В преддверии перехода на летний режим работы наш корреспондент Наталья Луговкина встретилась с руководством парка культуры и отдыха и узнала о готовности к новому сезону. Наш парк – один из немногих в республике, готов удивлять и радовать своих посетителей круглый год. Вне зависимости от сезона, конечно же, при благоприятных погодных условиях, здесь можно насладиться панорамой города с высоты птичьего полета, прокатившись на колесе обозрения. Кстати, своеобразным подарком для всех любителей высоты и красот пейзажей любимого города стало приобретение в 2017 году 40-метрового, называемого в народе «чёртово колеса». За два неполных года с момента ввода в эксплуатацию на нём уже прокатились 200 тысяч посетителей. В 2017 году было приобретено колесо обозрения 40 метров. В 2018 году парк приобрёл аттракцион «Микс». В этом году заключён договор на поставку нового аттракциона цепочная карусель 9 метров, которая планируется ввести в эксплуатацию до 1 мая. Новый аттракцион, поделился в беседе Александр Ионов, – это сюрприз для горожан. Аттракцион «Цепочка» рассчитан на 12 посадочных мест. Он вскружит голову любому экстремалу, поднимая на высоту 9 метров. Кроме разнообразия в выборе развлекательных зон, парк готов удивлять своих гостей и новыми бонусами. Начиная с этого года, руководство парка с 15 мая делает 50-процентную скидку по средам. Поэтому приглашаем всех посетить жителей города Бреста. На протяжении последних лет карусели не только не уходят в зимнюю спячку, но и приглашают всех желающих получить удовольствие, наслаждаясь всеми красками смены времён года. При этом большое значение уделяется безопасному нахождению на территории парка каждого посетителя. «Руководство парка уделяет особое внимание на безопасность, поэтому ежегодно проводит диагностирование аттракционов, а также органы Госпромнадзора проверяют ежегодно техническое освидетельствование аттракционов». За комментариями по итогам проверки этого года мы обратились в Брестское областное управление Госпромнадзора. «Под надзором Брестского областного управления Госпромнадзора в парке культуры и отдыха находятся 10 наших аттракционов, за которыми мы осуществляем надзор. В рамках указа президента 510 проводим все технические мероприятия при подготовке к началу сезона работы аттракционов. На прошлой неделе с 9 по 11 число наши эксперты проверили все аттракционы, поднадзорные нам в эти 10 аттракционов, провели техническое освидетельствование, проверили работоспособность, состояние, нагрузили их где нужно, проверили в работе, без работы, просмотрели узлы, которые влияют на безопасность и выдали заключение об их готовности к работе на следующий год. Поэтому на сегодня парк, в принципе, все аттракционы готовы к работе». Приятно провести время в парке можно не только катаясь на аттракционах. Здесь каждый найдет свой вид отдыха в любое время года. Для предпочитающих тихую беседу в кругу друзей или семьи – уютные кафе парка, персонал которых готов удовлетворить гастрономические запросы каждого посетителя, как в залах заведения, так и на свежем воздухе. Парк готов встречать и радовать своих гостей. Это были итоги недели на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50. Утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. Прямо сейчас о погоде на ближайшие дни. А я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 21 апреля во многих районах республики сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта. В Бресте пройдут кратковременные дожди, ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха ночью плюс 8-10, днем 9-11 градусов тепла. 22 апреля территория Беларуси окажется в поле повышенного атмосферного давления. Лишь ночью, по крайнему юго-западу страны, еще скажется влияние атмосферного фронта, перемещающегося на юго-восток Польши. В Бресте днем возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, порывистый. Температура воздуха ночью 3-5 выше нуля, днем плюс 13-15. Редактор субтитров А.Семкин